Всем привет, мои хорошие! Сегодня я решила устроить уходовый день. Ну и решила заодно его снять, почему бы нет. В общем, по плану у меня сегодня чистка лица, покраска волос и укладка волос. Я сейчас вообще умытая голова, позавчера мыла. Ну и начнем, давайте уже не будем медлить. Сначала я волосы соберу и приступим. Все средства, которые у меня сейчас тут есть, это все средства Фаберлик. Вот Фаберлик заодно и протестирую. Первое, что нам нужно сделать, это нам нужно очистить лицо. Я возьму пенку, у меня такая пенка, у меня еще другая пенка есть, Фаберлик. В общем, любую пенку. И нанесем ее на лицо. Дальше я возьму вот такой вот спонжик, я брала его в Фаберлике и спонжиком чуть-чуть мы его почистим. Вот чистка, честно говоря, спонжиком получается даже более лучше, чем просто рукой. Я даже сейчас вот так вот возьму, прям на спонжик, а то оно что-то впитывается. Спонжиком лучше мне, мне больше нравится, чем вот просто пальцами, когда это я делала. Ну все, теперь можно лицо пойти и умыть. Все, лицо я умыла и теперь продолжим. Дальше я буду испытывать шаг А, Б, С. Три шага. Это чистка лица идет в трех этапах. Я уже тестировала это средство, поэтому я не буду на нем сильно останавливаться. В общем, берем первый шаг и наносим. Это гель смягчающий для лица. Я его буду наносить кисточкой, но так удобнее. Его нанести надо на 10 минут и прям по этим линиям, по массажным линиям наносим, только чтобы оно не попадало там в глаза, в нос. У кого-то может быть аллергия, но я это пробовала, у меня аллергии нет, поэтому на 10 минут. Кто пробует первый раз, тем рекомендовано просто попробовать сначала там одна-две минуты. Ну, как почувствовать, если что-то. Лучше сразу смыть. Вообще хочу сказать, здорово вот это вот придумали. Это как подготовка перед пилингом. Вот этот вот такой, такое вот средство хорошее. Оно подготавливает лицо, ну, как бы смягчает кожу там, да, не знаю, расширяет поры, наверное, чтобы легче чистилось лицо. Кстати, у кого если какие-то раны на лице, то лучше его не наносить. Я помню, когда мне было лет 18, я ходила на чистку в салон красоты. И там вот перед тем, как производить чистку, там сначала распаривали лицо. Вот такая вот штуковина была огромная. И там прям пар лицо. Туда лицо суешь и сидишь полчаса. Такая неприятная процедура, я очень ее не любила. Лицо красное становится, как после парной. И дышать нечем. Потом уже придумали что-то более облегченное, но тоже вот это с паром. А сейчас вон нанес, посидел 10 минут и все. Никакого тебе пара. А потом, когда чистку делали, так сильно давили лицо, что у меня слезы из глаз прям. И, не знаю, такая боль была, как к зубному врачу вот точно сходить. Это вот равносильно. Я поэтому ходила на чистку где-то раз там в полгода. Чаще прям, ну никак мне это не хотелось. Ну все, я нанесла. Теперь 10 минут. Потом пойду смою и потом вернусь опять к вам. Такая естественная, такая натуральная женщина. Ну вот я выдержала 10 минут, смыла теплой водой, промокнула полотенцем и к вам вот я вернулась. Сейчас второй этап, это у нас скрабирование. Это шаг B. Прежде чем скрабировать еще, нужно это делать на увлажненную кожу, кстати. И у меня здесь есть специальный спрей для увлажнения кожи. Вот такой вот спрейчик. Его просто на расстоянии 25-30 сантиметров немножко попшикать и все. Чуть-чуть увлажнеть. О, прекрасно. Ну а теперь можем продолжать наносить этот вот скрабик. Каждую зону нужно массировать около двух минут. Можно просто наносить на зону и массировать, а можно, вот как я, например, мне удобнее сразу нанести на все зоны. А потом двумя руками и массировать. Мне так удобнее. Ну, начинаем сверху. Начинаем сверху и вниз пошли. Можно круговыми движениями, можно по линиям массажным проводить можно. Нос это самая такая проблемная зона и вот подбородок. Ну, по крайней мере, у меня, но я думаю, наверное, у всех так. Нос прямо можно вот так вот, прям пальчиками. Раз, раз, раз. Вот уже видно, наверное, как скатываются комочки такие, скатываются. Это уже вот эта вот вся грязь. И, в общем, удаляем все вот это вот ненужные роговевшие клетки. Ну, все, можно идти смывать. Ну, вот я умылась. Покраснений практически нет. Может быть, чуть-чуть вот носик. Ой, а носик такой гладенький, как кожа младенца. Вообще лицо такое становится классное. Мне вот этот уход очень нравится. Я его делаю, когда с удовольствием потом к лицу прикасаешься. Так приятно. Вот, ну, теперь надо нанести нам третий шаг. Это бальзам восстанавливающий и успокаивающий. Кожу вокруг глаз мы не трогаем и губы мы тоже не трогаем. Вообще, этот бальзам, он успокаивает. Если вы даже где-то сильно натерли вот этим скрабиком, то, может, у вас будет гореть кожа, а вот этим вот бальзамчиком он прям успокаивает все. И лицо такое становится прямо нежное. Такое, как прохлада легкая на лице. Приятный, в общем, такой бальзамчик. Крем я уже потом наносить не буду. Пусть лицо отдыхает. Чистенькое лицо пусть отдыхает. Ну, все. Вот на этом мой уход за лицом закончился. А сейчас мы приступим к покраске волос. Красить волосы я буду вот красочкой Фаберлик. Это десятка, ботаника. И вот такой ампульный концентрат восстанавливающий. Что у нас находится в этой краске? Сейчас посмотрим. Внутри инструкция. Но я инструкцию уже не читаю. Всегда крашу одинаково каждый раз. А в коробке у нас находится тюбик, эмульсия, бальзам после покраски и перчаточки. Но так как у меня свет светлый, руки не жжет эта краска, поэтому перчатками я не пользуюсь. Краску я использую полностью. Сначала начинаю наносить на корни волос, потом протягиваю на все волосы, и в принципе у меня весь тюбик уходит. И вот такой вот ампульный концентрат, вот ампулка, туда в красочку я добавляю. Он восстанавливает, глубокое восстановление волос с маслом Амлу. Я это уже пробовала, в общем-то, мне понравилось, и поэтому я периодически вот такое масло добавляю в краску. Что у меня на голове сейчас? Ну, я вот сегодня пригляделась, я увидела, что корни у меня отросли. Я не знаю, видно или не видно. Я сама едва вижу, но вот когда я вот так поднимаю корни, то я вижу, что они у меня вот на сантиметр уже отросли. Почему я блондинкой крашусь уже, тоже кто-то спрашивал, я ей говорю, что корни не так бросаются в глаза, они у меня очень быстро отрастают, и не так быстро, не так сильно бросаются в глаза. Если бы у меня волос был темнее, то у меня сразу белые корни было бы видно. Почему я эту краску выбираю? Мне кажется, она, во-первых, безвредна. Тут все-таки есть какие-то такие репейное масло, масло крапивы, алоэ вера и фитокератин. И из-за того, что тут так много таких натуральных компонентов, вот за это мне краска понравилась. Ну и понравилась, само собой тем, что корни она закрашивает, в общем-то, сильно не воняет. Ну, такая нормальная краска и цена тоже нормальная. В общем, я как-то вот на ней что-то остановилась. Ну и все, сейчас я все это выдавлю, полностью тюбик выдавлю в мисочку, смешаю краску. Ну вот я красочку перемешала всю, тщательно перемешала, и теперь мы приступим к нанесению. Ну, обычно я наношу, как наношу, как мне удобно. Ну, в общем, весь процесс нанесения я показывать не буду, это долгая процедура, при том, что я привыкла краситься возле мойки, у меня там зеркало повыше, и я лучше вижу вот это все. Поэтому я нанесу краску и потом уже к вам вернусь. Ну вот, мои хорошие, нанесла я полностью краску на все волосы. Краску мне хватило, протянула по всей длине. Все. Обычно я краску держу на волосах минут 40, потому что седина, чтобы хорошо прокрасилась, вреда не будет, если 45, можно 35 минут. Ну, где-то вот 40 минут как раз то, что нужно. И потом я краску смою и вот этим бальзамом, который был в краске, я полосну волосы. Ну и потом уже я к вам опять вернусь и будем укладываться. Ну вот, мои хорошие. Я смыла красочку, бальзамом я все сделала. Сейчас посмотрим, что тут у нас получилось. Корни прокрасились, все прекрасно. Ну вот, видно. Я вижу, что корни хорошо прокрасились. А сейчас я хочу волосы высушить. Поначалу их уложить, как я обычно укладываю феном, а потом посмотрим, может быть, утюжком. Я просто хочу что-то менять на голове и мне все время одно и то же надоедает. Но я вот, честно говоря, никак не могу придумать, что мне на голове делать какую-то укладку, там вытягивать или накручивать или что делать, не знаю. В общем, для начала просто сейчас высушим волосы. Я сейчас делаю, так как челка отросла, я делаю ее на бок. Как я раньше носила наперед челку, но она уже лезет в глаза. Я не хочу ее пока стричь, вообще не хочу пока стричься. Я хочу чуть-чуть волосы отпустить, а потом уже придумать, какую стрижку делать или что. Но пока волосы отращиваются, это вообще всегда для всех такая проблема. Когда с коротких волос вы их немножко отпускаете и начинает отрастать челка и вот это все непонятно, куда это все укладывать. Ну, сейчас будем экспериментировать. У меня такой очень мощный фен, он очень сильно мощный, даже на минимальной скорости. Поэтому я этим феном вообще уже как-то приноровилась вроде бы, но хочу сказать, он мощный, но это для профессионалов. Вот профессионалам будет хорошо, они руку уже набили. Ну, так тяжеловат еще, но из-за того, что мощность большая. Ну, и так как он работает шумно, шумно, я буду это все без комментариев делать. Кое-что забыла сделать. Так как я волосы покрасила, я обычно всегда вообще после мытья волос, после покрашивания тем более, они становятся чуть-чуть пожестче. Вот это вот средство, это как масло, несколько масел, оно, видите, вот такое. Вот сейчас его взболтаю. Надо его нанести на волосы, чтобы немножечко они были так помягче. Во-первых, они будут лучше расчесываться. Это, кстати, средство Фаберлик. Я это средство уже показывала вам, когда показывала обзорчик, но я его еще не тестировала, вот сейчас как раз протестировала. Ну, и теперь продолжим сушить волосы. Когда волосы наполовину просохли, то есть практически они так уже не мокрые, но влажные, тогда я беру, вот у меня две круглые расчески есть. Так как у меня длина небольшая, самая такая, меньше диаметром, она идет как раз вот сюда, а вот эта побольше, она идет на верхние волосы. Ну, и щеточка, само собой, вот эти три расчески, они мне помогут как раз сделать ту укладку, которую мне надо. Как мне сказала мастер, нужно волосы сушить уже с тем пробором, который вам нужен, и укладывать при сушке. Волосы уже в том направлении, в котором вы хотите, чтобы они лежали. Вот как корни положишь, так они и будут. Поэтому я сразу уже сделала пробор, тот, который мне нужен. И буду сушить в том направлении волосы как надо. Ну, я начну, наверное, вот отсюда, чтобы вот эти верхние волосы сразу уже направить в нужном направлении, а остальные уже буду вниз накручивать, подкручивать, вернее. Я не хочу их сейчас накручивать особо, а хочу просто их, ну, как бы подкрутить, чуть-чуть выровнять. Ну вот, то, что у меня сейчас получилось, вы видите, да? То есть, когда волосы были чуть-чуть покороче, оно вроде укладывалось легче, ну и сейчас они вот, видно, что они отросли, и как бы вот много волос на лицо, и все такое. В общем, не знаю, сейчас я эксперимента ради, попробую утюжком. Хотя я так думаю, что может быть после покраски волос не следует утюжком вытягивать, но я постараюсь аккуратненько, так чуть-чуть, просто вот эти концы вытянуть и сделать их прямыми. Мне просто интересно, что из этого выйдет. Сейчас я прогрею утюжок и вернусь. Девочки, утюжок у меня Philips. В общем-то, здесь никаких настроек нету, кроме вот лампочка включить-выключить. О, он уже горячий, прогрелся. Ну, елки-палки, я не знаю, с чего начинать. Ладно, попробуем начать сзади, может быть. Честно говоря, я совсем не понимаю, что я сейчас делаю. Может, подкрутить их все-таки вниз вот так. Наверное, подкручу. Потому что прямые я себе, честно говоря, не совсем понимаю. Мне они не нравятся прямые. Мне они идут, мне кажется. Попробую вниз просто подкрутить кончики. Просто, чтобы они не топорщились. что-то они куда-то закручиваются, непонятно. Непонятно мне совсем. в общем, мои хорошие. Не знаю, что у меня изменилось. В общем-то, что-то где-то приподнялось, где-то что-то подровнялось. Ну, сзади у меня... Вот сейчас не вижу я. Вообще на ощупь обычно у меня такие вот волнистые у меня волос вьются. Сейчас он там более ровный стал. Вам видно, да? Вот, ну вот здесь, правда, можно было бы как-то выровнять, постараться, но я боюсь обжечься, честно говоря. Волос короткий. Его бы просто выпрямить. Ну, я боюсь обжечься. Не буду мучить себя, не буду обжигаться. Чуть-чуть обожгла пальчик. Сзади там короткие. Ну, пускай так и будут, как есть. В принципе, это можно было бы немножко гелем приложить, я не знаю. Или лаком для волос. Но я никуда сегодня не собираюсь, поэтому я лак делать не буду. Вот то, что ушки уже закрываются, мне это уже интересно. Челка на бок, пускай так и лежит на бок. В общем-то, нормально. Пока волосы свежевымыты, они, в общем-то, смотрятся хорошо. Потом уже на второй, на третий, особенно, день, уже все. Уже ни укладка, ни волосы не смотрится. Оставлю волосы как есть. Тем более, что я только покрасила. Не буду наносить лишние никакие средства на волосы. Меня устраивает так нормально. Вообще, как вам? Девочки, напишите для меня вот в комментариях, если у кого-то есть какие-то советы, как мне лучше укладывать. Может быть, мне закручивать в хаотичном порядке. Локоны я как-то уже снимала такое. Может быть, мне их как-то наверх закручивать. Или просто прямые волосы. Они мне не пойдут. Я просто знаю. Мне даже иногда бывает в салоне красоты. Их выпрямят, прямые делают. Я потом прихожу домой, перемываю голову заново и укладываю уже так, как мне нравится. Вот прямые прям совсем не нравятся мне. Так что напишите в комментариях, у кого есть какие-то советы. И посоветуйте мне по укладке волос, чтобы вот сейчас, пока я не стригу, пока отращиваю волосы, как мне лучше их укладывать. И нравится ли вам вот этот пробор, который у меня сейчас идет вот на бок. Ну, мне, например, нравится. Я знаю, что если волос... Если чулка отрастет побольше, она просто будет дальше ложиться вот так, и она уже не будет мне в глаза лезть. Ну, а тогда уже, когда она будет слишком длинная, что уже в глаза будет лезть, тогда уже будет видно, может что-нибудь там изменим. Ну, а на этом я хочу свое видео закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok